Ярко-желтые рапсовые поля уже стали привычными для России. Производство рапса стремительно набирает обороты. В 2023 году только в Красноярском крае площади посева под эту культуру увеличили на 10%, а экспорт вырос в два раза. Россия стремится удовлетворить рыночный спрос на рапс. В стране один за другим появляются заводы по производству масла. В Красноярском крае уже пять подобных предприятий. Основные покупатели из Китая. Здесь объемы достаточно серьезные и в этом ключе необходимо четко посчитать и сделать вектор как в растеневодстве альтернатива пшенице. Потому что добавленная стоимость здесь выше, чем у пшеницы. Урожайность прекрасная, масленичность прекрасная, объема переработки не хватает, но их надо делать. Этот завод один из самых крупных в Красноярске. Предприниматели скупают рапс у сельчан и сами ищут партнеров в Китае. Здесь готовы производить тысячу тонн масла и 1600 тонн жмыха в месяц. Вся продукция соответствует строгим китайским требованиям и стандартам. Любое предприятие, которое поставляет продукцию в Китай, обязано пройти очень много требований. То есть они проверяют полностью все. То есть мы несколько лет пытались войти в эти списки Китая, чтобы поставлять как масло, так и жмых. Приспособиться к требованиям заказчика удается не только предприятиям-гигантам. Небольшой завод на западе Красноярского края также вошел в список поставщиков рапсового масла в Китай. Производство запустили с помощью федерального гранта на 160 миллионов рублей. Это совместный проект с Краевым аграрным университетом. Ученые помогают в создании особо производительных гибридов рапса. Продукция идет не только на экспорт, но и на кухню сотрудников предприятия. Жарят люди, выпечку делают. Ну как бы я сам выпечку не пробовал, но картошечку жарил. Производство из рапса называют практически безотходным. После изготовления масла остается жмых. Ценный форм для животных, способный, например, значительно увеличить надои у коров. А само масло ценят за огромное количество витаминов и аминокислот. Недаром сельхозпроизводители называют рапс черным золотом. После всех заводских манипуляций из вот такого рапса получается конечный продукт красивого янтарного цвета, натуральное нерафинированное рапсовое масло. Совсем скоро его погрузят на железнодорожный транспорт и отправят в Китай. В 10 часов утра повара в столовой уже начали готовить обед для сотрудников одного из местных предприятий. Рапсовое масло присутствует чуть ли в каждом рецепте поваренных книг Чунцимна. В этом городе на юго-западе Китая очень любят острую пищу. Чунцим, расположенный на берегу Янзи, славится повышенной влажностью воздуха. В китайской медицине считается, что острые блюда выводят сырость из организма. Рапсовое масло, в свою очередь, защищает пищеварительную систему после приема пищи, тушит пожар в желудке. Несмотря на большой расход рапсового масла, у поваров нет причин беспокоиться, что его не хватит. Компания, где находится столовая, является одним из крупнейших производителей этого продукта в Чунциме. Рядом со мной контейнеры с нерафинированным рапсовым маслом. Такой полуфабрикат сюда периодически везут из северных регионов Азии, чтобы удовлетворить растущий рыночный спрос. Теперь рабочие будут закатывать масло в резервуар, а затем сырье будет отправлено в цех для переработки. Этот завод занимается переработкой масла из сырья, закупаемого за рубежом. 95% сырья поступает от крупнейшего северного соседа Китая. Остальное – из Европы и Дубая. С 2020 года, включая период пандемии, завод импортировал около 390 тысяч тонн рапсового масла. 250 тысяч из них было доставлено по железнодорожным маршрутам Китая и Европы. В первом полугодии 2023 года объем импорта уже превысил 40 тысяч тонн. Это импортное рапсовое масло богато питательными веществами. У него хороший вкус. И это не случайно. Чернозем, холодный климат и другие благоприятные природные условия на высоких широтах Азии способствуют высокому качеству рапсовых семян. Это цех рафинирования. Здесь в центрифуге выполняют операции отделения жидкости от твердых веществ. Скоростью отработки 27 тонн в час. Рафинация является важной процедурой по переработке сырьевого масла. Благодаря ей удается удалить из масла примеси неприятные запахи и вредные вещества. Ежедневный объем производства в этом цеху 600 тонн. Рапсовое масло из импортного сырья может обеспечить годовые потребности примерно 3 миллионов 600 тысяч семей в Чонцине. Здесь сырое масло, а здесь продукт после переработки. Каждая партия импортированного сырого масла должна быть обработана стройка в соответствии с национальными стандартами Китая. Рафинированное масло должно быть отправлено на рынок только после належащей упаковки и проверки качества. Китая является крупнейшим в мире производителем и потребителем рапсового масла. Рапс выращивается в основном в бассейнах реки Хуанхэ, Хуайхэ и Янзэ и на север заводе страны. По данным государственного управления статистики, урожай рапсов Китая в 2022 году составил более 14 миллионов тонн. Но из-за огромного числа потребителей гидарский рынок домоселирует устойчивый спрос на импортную продукцию. Благодаря новым транспортным маршрутам инициативы «Пояс и путь» многие компании увеличили закупки рапса и зарубежа. Мы активно реализуем инициативу «Один пояс – один путь», постоянно увеличивая импорт высококачественного масличного сырья, укрепляя торговые обмены со странами пояса и пути. Это положительно влияет на ассортимент и качество нашей продукции и помогает удовлетворить потребности жителей Чунцинга. В Чунцине рапсовое масло добавляют в еду с давних времен. Местные жители уверены, что оно не только предотвращает раздражение желудка при добавлении в острые блюда, но и усиливает их вкус. Я часто использую рапсовое масло для приготовления мяса или отварных блюд, например, так называемого китайского самовара «Хоку». Я использую его для приготовления салата и блюда из свинина. Рапсовое масло очень ароматное. Рапсовое масло – лишь верхушка эсперга в торговле Китая со странами-участницами инициативы «Пояса и пути». К примеру, товароборот между Китаем и Россией в первом полугодии 2023-го увеличился более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 114 миллиардов долларов. Китай стал крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Наибольшей популярностью пользуются рапсовое масло, мясо, соевые бобы, овес и льняные смена. На предстоящем форуме в Бекине «Пояса и пути» торгово-экономическое сотрудничество станет одной из главных тем для обсуждения. А реализация итогов саммита – новая отправная точка для углубления взаимодействия и увеличения объемом торговли между странами «Пояса и пути». Чанбин, Марина Мышко, Максим Галат, Фанмулин, Джо Ифей, CGTN Русский, Чунгчин, Красноярск.